Это Таисия, ей 26 лет. За эти годы она три раза начинала свою жизнь заново. Родилась Таисия в российском городе Гагарин, Смоленской области. Моё имя при рождении Виноградова, Таисия Виноградова. Я помню, что с этой фамилией я всегда жила в детском доме. Когда мне исполнилось 9 лет, я познакомилась с моими приёмными родителями, которые приехали из Америки. На первой встрече они спрашивали, как я учусь, что мне нравится, о чём я мечтаю. Мы разговаривали через переводчика, и это было так странно для меня. И я очень хорошо помню суд. Мне кажется, что это был Смоленск. Я шла по коридору, и мне запомнилось, что многие были одеты в странную синюю форму с изображением животных. И я не понимала, что происходит. Воспитатели из детского дома объяснили, что я уезжаю из России, что у меня теперь будет другая фамилия. Но это меня ещё больше напугало, потому что я не знала ничего, кроме детского дома. И я знала, что у меня есть ещё брат и сестра. Я была так расстроена, что даже заболела. Потом был самолёт, я плакала и в самолёте. Я никогда этого не забуду. Ко мне подошёл пилот и стал со мной разговаривать и шутить. Он подходил ко мне несколько раз, и это как-то сразу меня успокоило. Просто удивительно. Всё новое и чужое. Новый дом, новая школа. Вокруг незнакомые дети и взрослые. О чём говорят и спрашивают, непонятно. Родители привели девочку в православную церковь. Да, я очень хорошо запомнила тогда дирижёра хора. Он был такой высокий, огромный. Встреча в этой церкви стала судьбоносной. Не прошло и двух месяцев жизни Таисии в Америке, как скоропостижно умер приёмный отец. В ней непонятные жизни начались серьёзные проблемы. Матери не было дела до неё, она сложно справлялась с внезапной смертью мужа. И то, что Таисия стала убегать из дома, она заметила не скоро. Но когда она поняла, что приёмная девочка так и не прижила в своём доме, решила поговорить с семьёй, в которой Таисия любила бывать. Это семья дирижёра церковного хора Юджина Питок, в которой было трое детей, и все они с радостью принимали в своём доме девочку из далёкой России. Моя приёмная мать сказала, что я должна временно, может быть, год, пожить в семье Ширина Юджина. Это было в декабре, через два месяца после того, как я приехала в Америку. Так началась третья жизнь Таисии. Вот уже 15 лет она полноправный член большой семьи. У нас четверо детей. Стив, Алиша, Эндрю и Таисия. Она наша малышка. Ширин и Юджин скоро отмечают золотую свадьбу. Их дети к моменту появления в семье Таисии закончили школу и готовились в университеты. Казалось бы, наступило время пожить для себя. Но всё-таки они снова решили стать родителями маленькой девочки. Было много причин, почему мы приняли такое решение. Во-первых, мы православные христиане, а Таисия приехала из России. И мы также понимали, что больше нет той семьи, которая её сюда привезла. Её приёмная мать не в состоянии была воспитывать подростка. И мы видели, как тяжело этой девочке привыкать к другой жизни. Сначала один дом, потом смерть отца. Всё это очень непросто. И она сопротивлялась всему, чего не понимала и не могла понять в силу своего возраста. Наши дети к тому времени уже разъехались по университетам. Мы остались одни. Но прежде чем мы приняли решение об усыновлении, мы поговорили. И они все с нами согласились. Никто в нашей семье не мог поступить иначе. Характер Таисии оказался не из лёгких. А учитывая её опыт детдомовской американской жизни, ей пришлось пройти многие перипетии подростковой жизни. Да, признаюсь, я совершенно точно дала родителям предостаточно поводов для переживаний. Я вам честно в этом сознаюсь. В старших классах большую часть времени меня не отпускали гулять с друзьями. Я должна была сидеть дома. И это было совершенно заслужено. А сколько раз у меня забирали ключи от машины? Неоднократно. Я честно скажу, что не была золотым ребёнком. Но родители не сдавались. Они упорно пытались решать проблемы взросления Таисии. Общались со школьными учителями, собирали семейные советы, на которые издалека приезжали братья и сестра. Младшая в семье, она была для всех бэби – малышкой. К важным событиям готовились и собирались всей семьёй. Была ли это свадьба, школьные мероприятия Таисии, дни благодарения, Рождество или Пасха. Их семью прекрасно знают в церкви. Воскресные службы семья не пропускает. И малышка выросла. Она закончила школу, мечтала пойти в армию и сделала это. Получила образование медицинской сестры. Таисия точно знает, что всё это благодаря терпению, великодушию и доброте своих родителей. Они всегда прощали меня, всегда любили меня. Вы знаете, я медсестра и иногда помогаю в специальном центре для сложных детей. Многие из них обделены родительской любовью. Их не любят так, как любят меня мои родители. И теперь я делюсь своей любовью с ними. Кому, как не мне, знать, что это такое. Одиночество и понимание того, что тебя бросили, от тебя отказались. Мне повезло. Я не знаю, что было бы со мной. Мне просто повезло. Совсем. Сейчас семья Питу готовится к новым интересным этапам жизни Таисии, потому что планы у неё грандиозные. Я только что снова вернулась на службу ВВС. Я медсестра в 36-й медицинской эскадрилье. Кроме этого, я хочу закончить университет, чтобы получить диплом и стать врачом ВВС. Таисия обожает летать. А после работы она несётся домой, где её ждут мама и папа. Мама уже напекла любимое печенье. Папе нужно помочь покосить траву, нужно поболтать с родителями. В общем, обычные семейные будни. Светлана Добрудовская, Сергей Соколов, город Роберт, штат Луизиана. Настоящее время. Америка.